Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, коллеги, учителя русского как иностранного и других предметов. Меня зовут Надежда Блуст, сейчас 19 часов в Европе, 20 часов в Москве и, как я обещала, мы начинаем с вами разговаривать на тему о дистанционном преподавании, об онлайн-преподавании, что это такое и как это происходит. Многие из вас по опросу, который я послала заранее, ответили, что хотели бы научиться, хотели бы понимать, поэтому давайте приступим. Наш вебинар будет длиться час, может быть, чуть побольше, пару минут, и я прошу активно участвовать, и чтобы не мешало моё видео, я сейчас его остановлю, и, если это нужно будет, я буду включать, хорошо? Итак, сейчас мы приступаем к с вами знакомству. Знакомство и к плану нашего вебинара. Как я обещала, я вам расскажу, как проходят уроки в скайп, вы можете задать многие вопросы, что такое профессиональные платформы и непрофессиональные, то есть те, которые платные и бесплатные. Мы поговорим с вами о создании собственного контента, то есть материалов, которые мы разрабатываем для урока. Ну и если останется время, будет дискуссия. Вы согласны с таким планом? Напишите, пожалуйста, цифру 1. Я благодарю вас за цифру 1. Это значит, что вы меня слушаете, и вы здесь. Я надеюсь, что у вас не останется время заглядывать в мессенджер Фейсбука или в Вайвер. Итак, посмотрите, как велика страна и география участников. Мы только что провели небольшой опрос, я сейчас его еще раз покажу. И я по самым простым подсчетам 25 стран, и даже из Индонезии, и из США, Польши, Австрии, Сербии, Турции, Франции, Германии, Сербии. И это настолько здорово, что мы и нас объединяет одна тема. Мы хотим что-то узнать, вместе работать. И так я это тоже делаю. Я объединяю своих коллег-преподавателей немецкого языка. Это мой основной предмет. Кратко обо мне вы узнаете из этого слайда. Когда я начинала преподавать, я закончила в России Горьковский имьяс и очень много работала в школе с углубленным изучением немецкого языка. Потом меня пригласили в Институт усовершенствования учителей. Я выигрывала конкурсы Учитель года. Потом я переехала в Москву и работала мультипликатором. И постепенно я все больше и больше понимала, это особенно с 2006 года, что мне бы хотелось работать самостоятельно и самой зарабатывать деньги. И как-то раз ко мне моя ученица пришла и сказала, а можете вы по скайпу мне, я вот дома сижу, я болею, а не могу прийти на урок. Могли бы вы это сделать? И с тех пор, с 2006 года, я решила попробовать это. И переехав во Францию в 2008 году, я начала заниматься только этим. И с тех пор я работаю онлайн-тренером в дистанционном тьюторе, преподаю в школе Глаша, являюсь методистом и провожу много интересных онлайн-проектов. Но мы с вами хотим немножко окунуться в историю. И вот, вы знаете, я не думаю, что среди вас есть такие, кто этот материал помнит, эту фотографию, которую я показываю. Но я скажу, моя мама и мой папа учились еще в раздельной школе. Это только в девятом, там, в десятом классе они были уже совместные. И вот раньше были такие школы. А я застала школу, когда были лингофонные кабинеты. Кто-нибудь помнит? У кого-то были лингофонные кабинеты? Поставьте плюсик. А у кого-то не было. Интересно. А вы знаете, что сейчас, и наверняка вы подтвердите мою догадку, мое высказывание, что многие школы владеют уже ноутбуками. У некоторых есть айпады. Правда же? И я не застала этот период, и я очень его пропагандирую. То есть работа с мобильными устройствами. Как правильно научиться работать, изменять свой урок и его подстраивать под сегодняшнюю ситуацию. Согласны? Как вы думаете? Да, у Виктории вот ваши дети. Как вы думаете, какая сейчас самая современная страна, где самые современные технологии используются в школах? Назовите страну. Вот вы в разных точках, господа. Какие страны самые продвинутые? Швеция, Япония. Не угадали? Пока не угадали. Италия. В Италии, да, не очень. Почему-то никто не пишет Германия, Голландия, США. Нет, не угадали. Нет. Израиль, Китай, нет. Давайте не будем томить. Нет. Это Финляндия. Я была поражена, когда мы слышали, слушали в моем сообществе очень много, ну, два, три доклада про Финляндию. В Финляндии опыт преподавания и уже преподавание предметов, как таковое, размылось это понятие. Вы посмотрите, ученики могут изучать то, что им нужно в маленькой группе, сидя вот здесь, да, или вдвоем работая с мобильными устройствами. И не надо думать, что они играют. Наверняка они что-то изучают и готовятся к докладу. В Германии плохо, говорит Татьяна. Окей. Или вот так. Школа в режиме онлайн. Мы видим на экране ребятки из Германии, ученики из России. Вот здесь вот это немецкие школьники. И я провожу с ними урок, конференцию на тему представления и, например, на тему еда. У нас были уроки. А давайте вспомним про интернет. Вот сколько времени вы находитесь в этом пространстве? Сколько времени вы работаете в интернет? Пять, десять, пятнадцать лет? Сколько? Напишите цифру. Кто дольше всех? Согласна, Татьяна? Я согласна с любым из ваших мнений. Кто-то работает пятнадцать лет, кто-то пять, кто-то десять, пятнадцать, пятнадцать. Хорошо. Вот смотрите, на этом слайде вы видите самых известных людей, которые вложили свой, сделали свой вклад в интернет. Те, кто создали Википедию, Стив Джонбс, который, к сожалению, ушел из жизни. Марк Цукерберг, который развивает Фейсбук. Ютубы канал и другие, они позволили нам, учителям, внедриться в это пространство и почувствовать себя по-другому. Иногда в день я провожу уроки с пятью разными странами или разговариваю с разными странами. И это раньше было невозможно. Помните, как мы раньше ждали, чтобы соединили нас с другой страной поговорить? Еще помните времена. Я, например, в интернете, как я сейчас посчитала, с девяносто шестого года, это двадцать второй год. И все, что я научилась, я научалась сама. Я научалась работая интенсивно и учась. Переходим к нашей основной теме. Давайте спросим вас, кто работает в скайпе. Плюс. Кто не работает? Минус. Итак, двое, трое, четверо, пятеро, шесть. Шесть. Итак, сегодня у нас присутствует двадцать девять человек, и из них, ну, приблизительно одна четвертая, да, работает в скайпе. И вот Светлана тоже ответила, да, Светлана тоже. Хорошо. Для того, чтобы нам работать в скайпе, необходимо наушники. Мы их называем headset или гарнитура. Сейчас такую гарнитуру можно привести от двенадцати евро, триста рублей, где-то чуть больше, более хорошие, подороже. И скайп, начав работать в две тысячи шестом году, я и пришла к нему, вот, как я рассказала, с просьбой от одной ученицы. И вот те, кто ответили, я работаю, скажите, а какие плюсы, назовите мне плюсы работы в скайпе. Помогите другим разобраться, в чем плюс использования в своей работе скайпа. Ну, например, это экономия времени, правильно, Ольга, или я работаю из дома и получаю деньги на свой счет. В сравнении с работой, когда нужно на нее ходить. Вы знаете, когда я работала в Москве, мне, чтобы добраться до своего института, я, наверное, полтора часа только в пробках стояла. Извините, но это так жалко было времени и так опасно в Москве, что я, естественно, считаю плюсом, не выходя из дома, войти на урок за одну минуту и преподавать. Правильно, использование ИКТ в тесном контакте с учеником. И когда Екатерина преподает на работе, а вечером может преподавать в скайпе. И, естественно, Татьяна, согласно с вами, нужна личная организация. А вот какие минусы, может быть, вы мне скажете, какие минусы существуют, когда я преподаю в скайпе? Когда я начала преподавать в скайпе в 2000, начало 2007 года, у меня иногда была плохая связь. Я не знала, как отправить аудиофайл. Я не знала... Правильно, Елена. Иногда подводят интернет. Не знаешь, куда смотреть или писать, или смотреть в камеру. Правильно. И нельзя, конечно, с человеком... Но, как вы говорите, Денис, тактильный контакт. Вот я в своём выступлении сегодня никого из вас не буду уговаривать. Я просто рассказываю о том, что мои ученики всегда чувствовали от меня поддержку и иногда не требовали даже включать видеокамеру. Вот мы об этом говорили на нашем... в нашей группе. И не всегда это нужно было. Я на камере показываю произношение звука или приставки. У меня есть специальное упражнение. Так что я могу поделиться с вами этим своим опытом и об этом чуть попозже. Итак, мы собираем плюсы и минусы в скайпе. И спасибо, Елена, за комплимент. Но самое главное в скайпе, коллеги, это поделиться. Согласны? Вот вошло в наш обиход этот термин sharing, sharing, screen sharing. Я сначала думала, что это такое? А потом, когда всё это стало распространяться, этот знак вы все знаете, да? Поделиться. А как поделиться в скайпе? Как я могу... Это ведь очень нелегко подключить мой... Ну, не проигрыватель, а мобильное устройство с аудио. И всё равно мой ученик не будет слышать. А если мы тренируемся к экзамену, там обязательно нужно. Значит что? Послать по электронной почте? Коллеги, это прошлый снег. Это уже прошло. Хотя, конечно, можно и так. И сегодня мы рассмотрим правильно, Лариса. Только нельзя делиться экраном аудио. Аудио должны слушать. И всегда нужно очень много технических навыков правильно преподнести и подать аудио, чтобы мы оба слышали. И переходим дальше. Поэтому мой вопрос к вам. А вы? Где вы держите свои файлы? Куда вы складываете свои книги? То ли это Google Диск, то ли это Яндекс Диск. А может, кто-то знает, блин, Space, куда можно сложить все материалы по урокам, и ученик только листает и берёт или презентацию, или видео, или рисунок, или текст. Всё. Дропбокс. Молодцы. Дропбокс. Я спрашивала это в анкете, кто этим пользуется. Можно хранить материалы на диске. Какова прелесть этого? Я нахожусь в другом городе, я открываю свой диск, если у меня поурочный план положен в мою папочку, да, и я делюсь своим учеником. Или, например, как Денис рассоветует, Google Handout. Вот, да, недавно я пробировала Google Classroom. Класс, классная вещь, просто немножко было скучно, что нельзя было объединить с видео, но я и это смогла. Я объединила видеоконференцию, и Google Classroom – это бесплатное приложение у Google, где вы можете хранить свои материалы и давать ученикам. Плюс этого в том, что вы сразу видите, когда ученики сделали домашнее задание, и вы видите их прогресс. Окей, что мы сейчас говорили? Мы говорили о том, где мы храним свои данные. А посмотрите, как развился сейчас сервис Microsoft. И одно только вот это OnNote, где можно вместе с учеником пользоваться и вместе писать. Или мобильная версия PowerPoint, которая стоит у меня и на iPad, и на телефоне, и на компьютере. И я могу выйти в режим онлайн и вытащить свою презентацию. Вы знаете, да, что Skype принадлежит к Microsoft. И последнее, что отличная вещь – это Sway. Sway – это интерактивные презентации для вашего урока. Я знаю, что есть уже, были вебинары в России на эту тему, у меня где-то сохранён. И я попробовала, но пока не так активно это использую. Но Sway – это что-то, это интерактивная презентация в режиме онлайн для наших учеников. Попробуйте. Итак, идём с вами дальше. Вы ещё со мной поставьте цифру 2. Смотрите, коллеги, кто из вас знает, что обозначает значок вот этот? Skype мы знаем, а это какой сервис? Я хочу привести пример, как некоторые коллеги используют этот сервис. Кто-то знает, наверняка знаете. Оригами. Нет, нет, это не… Это да, это оригами, но этот сервис называется Padlet. Сейчас я… Угу. Я приготовила ссылку, а её… Сейчас я вытащу. Итак, сейчас я напишу внизу в тексте чата. Padlet – это такая интерактивная доска, и у меня… Продолжу дальше, продолжу дальше сейчас вместе с вами. Посмотрим, как она выглядит. Да? На Padlet можно сохранять свои материалы. Не только материалы, но и… А. Материалы к уроку. Аудио. Фото. И давайте посмотрим на следующий слайд. В чём его преимущество? Итак, он бесплатен. Я выбираю обои. Их так, по-моему, называют. Да, обои по-русски. Выбираю, как я компоную материал. Будет у меня стоять материал мой друг за другом или в перемешку. Я могу пригласить коллегу, ученика. Я могу закрыть эту доску, Padlet, и никому её не давать. И если я бы сейчас показала свои доски, а у меня их, может быть, 40-50, то есть из них секретные, а есть доступные. Да? И он бесплатный. Вот одна коллега, Ксюша, по-моему, всё время меня спрашивала. У меня в моей стране выходит, что он платный. Нет. Я уже много лет пользуюсь им, и он бесплатен. Итак, с помощью Padlet можно поделиться со своими учениками и, работая... Сейчас я вам привожу пример. Вы можете нажать на голубое слово «пример». И я подобрала пример одного немецкого, по-моему, немецкого коллегу, который готовит вот русский язык, 11 класс или курс. Да? И вы можете посмотреть, как работает Padlet. Все ссылки я пришлю вам, лично вам после нашего вебинара, потому что не успела я их все скомпоновать. Да? Потому что это очень много материала. Итак, вариант был какой? Я работаю в Скайпе и говорю «Дорогой ученик, мои материалы находятся в Padlet». Понимаете? Вот. Дальше. Обязательно. Все ссылки я пришлю. Я, если обещаю, я делаю. Давайте посмотрим второй пример. Вот Денис. Да. Денис сказал использовать Google Handout. Еще в 2011 году, когда только появился, еще разрешение было, нужно было спрашивать, да, Google интересная такая система, вот, мы опробировали с моими коллегами Google Handouts. Это бесплатно. И это работает как видеоконференция. То есть, я могу включить видео, могу, могу не включить, могу включить аудио, могу отключить своих учеников. И что я делаю? Совместную презентацию. Совместная презентация находится в Google. Что только не может делать Google, вы не представляете, да? Есть школы, которые работают только на Google. Есть группы, многие тысячи людей, которые занимаются только Google. Вот у нас будет скоро конференция 24 сентября про онлайн-технологии. Там один коллега будет рассказывать, как он преподает для детей-сирот, да. Это прям школа целая, очень, у него 400 школ объединяют. И они все работают где? В Google Handout и в совместной презентации. Нажмите на эту ссылку, вы увидите, как мы вместе с коллегами из группы Google создавали про свой город, где мы живем. Задача была такая. Тебе дан один слайд, доступ, составь, пожалуйста, рассказ, помести фотографии и расскажи нам. И это было здорово. Смотрите, вот фотография, вы увидите, это мой город или там, где я живу. А с учениками, вот с моим учеником, мы работали по книге Полины Сорель «История из коробки». И каждый урок «История» мы работали с ним в совместной презентации. Где все это находится? В Google Drive. Google Handout – это тут же. То есть не надо тратить ни копейки, можно включить и создать это. Это, конечно, нужно попробовать. Это нужен навык. И я всегда удивляюсь, когда появляется что-то новое, я спешу это опробировать, чтобы не попасть в просаг перед учениками. Третий пример. А что обозначает вот это? Вот этот знак. Наверняка кто-то знает. Это сервис, очень интересный, я его очень люблю, и вы посмотрите, как с ним можно работать. Многие ученики, участники пишут, надеюсь, вы это знаете. И, конечно, хотела я сказать, и Лариса, и Карина правильно угадали. Смотрите, но ведь в Пинтерест – это сбор материалов по вашему заказу, то есть вы создали там свой аккаунт, я сейчас вам покажу, и собираете материал. И говорите, дорогой ученик, вот моя доска, как вот здесь вы видите, это у меня своя доска, она называется Deutsch Online, и хотя я и преподаю русский для французов, у меня пока не так много материалов, но, тем не менее, нажав на эту ссылку, вы попадете и можете задать такой запрос. Русский, как иностранный. Какие интересные есть материалы. Другой вопрос, коллеги, являются ли они, можно ли их скачивать себе, это уже другой вопрос, это права и... Но здесь берется только ссылка, и для того, чтобы запомнить, где находится материал, например, по спряжению глагола, или только картинки для создания моего урока «Русский, как иностранный», да, я собираю это. Каждая доска должна иметь свое название. У меня таких штук 40. Можно объединиться с коллегами и создавать и мои упражнения, которые мы создаем с коллегами, мы тоже ставим сюда, чтобы поделиться с другими. Если вы здесь, поставьте цифру 3. Я благодарю вас. Вы здесь, и значит, мы с вами вместе работаем дальше. Посмотрите. А вот эта платформа, ее нужно загрузить к себе. Ссылку я вам пришлю, или она сейчас будет, появится. ЦУМ является программным обеспечением, но он хорош тем, что когда его установили, хотя и ваши ученики должны его тоже иметь, то можно видеть вот так все видео. Дальше. Материалы мы показываем на экране, как здесь, например. Моя ученица из Перу и ее мама, вот они тренировались в ЦУМе. Она использует в своей работе ЦУМ. И у меня тоже установлено это и на телефоне, и на iPad. И если мне моя ученица скажет, Надежда, давайте попробуем ЦУМ, то я готова. То есть, понимаете, надо знать, какой из сервисов необходимо загрузить, извините, а какой работает на веб-браузере. То есть, моя собака хочет ко мне. Ой, вы, наверное, немножко устали. Давайте поиграем. Вы согласны? Ставим плюсики. Хорошо. Тогда угадайте, на какую тему эти слова? Подумайте, что их объединяет. На экране мы видим восемь картинок, и если вы каждое слово произнесете и догадаетесь, как оно произносится или что это такое, то вы догадаетесь, о чем идет речь. Это слова, определенные слова, которые звучат и в русском, и в немецком одинаково. Профессия, работа, школа. Нет, их не объединяет тематика. Их объединяет, правильно, Юлия, интернационализмы. Да, давайте вместе их повторим. Это у нас циферблат, рюкзак, бутерброд, солдат, мааля, шлагбаум, вундекинт и монштук. И все эти слова, они стали заимствованными, и они известны. Хотя я проводила эту игру, и не все догадались. А сейчас, внимание, какая картинка исчезла? Ваше внимание, ваше внимание, кто? Маляр. Правильно, художник, молодцы. А сейчас исчезла. Что? Кто внимательно? Правильно, вундеркинд. Вундеркинд, правильно, Наталья. Хорошо. Молодцы, похлопали. Знаете, где похлопали? Посмотрите вверху, там человечек. Нажмите на треугольник. Нажали? Внизу найдите слово аплаус. Аплаус. Вот, молодцы. Мы все аплодируем друг другу. Почему? Потому что мы должны любить себя. Правильно? А теперь нажмите на статус лешен, на крестик внизу. Это значит убрать мои аплодисменты. Молодцы. Если захотите посмеяться, нажмете там на посмеяться. Итак, мы с вами поиграли, а теперь перейдем к серьезному. Что такое профессиональные платформы? Вообще, платформа – это многоемкое слово. Оно играет роль. И на нее нужно войти на платформу. Когда поезд уходит, тоже. И платформы существуют различные. И это слово емкое очень. Хотя часто используется такой же термин LMS. Леонид Менеджмент Систем. Когда есть на платформе возможность и положить свои материалы, и записать, и провести анкетирование, и поставить картинки, и поставить презентацию. Скайп этого не дает. Скайп – это только аудио. Ну, для платной системы там есть бизнес-вариант, где можно все, чтобы использовали видео. Но это не то. Некоторые к скайпу также берут еще различные доски, но о досках потом. Итак, давайте посмотрим, какие я приготовила. На экране вы видите скриншоты многих-многих видеоконференций, которые я проводила с учениками Германии, Греции, Новороссийска, Оренбурга, да. И за это даже мы получили международную премию с вот этой коллегой. Она очень активно мне помогает. Это была моя ученица на курсе онлайн. И сейчас проводит самостоятельно свои вебинары, да. Итак, можно проводить уроки, конференции со многими, а можно с одним. И вот кто-то меня спросил, а какова ставка в скайпе, как можно это сделать. Согласитесь, когда у меня 4 человека и когда один, это разные вещи, да, групповой вариант в скайпе или на профессиональной платформе, что, конечно, вот я приветствую, да. Итак, моя платформа, на которой я работаю, и видео, которое я сделала, называется Adobe Connect. И это стоит деньги. И в языках, естественно, есть интерфейс. Adobe Connect Meeting есть на всех языках. В каждой стране есть... Это самая распространенная профессиональная платформа. Она стоит денег. Любой продукт, согласны, который хороший, должен стоить хороших денег. Согласны? И если мы себя позиционируем как онлайн-преподаватель, мы должны работать на хорошей платформе. Это все, что я могу вам сказать. Это за 10 лет моего опыта я с уверенностью могу сказать, что я не променяю ни на что свою работу. Конечно, я скучаю по работе с учениками в классе, но это заменяет мне сейчас мои ученики французские, русский язык. Итак, когда мы проводим видеоурок, вот вы... Я пришлю эту ссылку, вы можете спокойно посмотреть отрывочек видео, да. Для немецких учеников я проводила урок на тему еда. Это было давно уже, да. Сейчас мы другие уроки проводим. Но и это тоже можно проводить. И тайно вам скажу, что есть сервис в Скайпе, который тоже проводит уроки, есть у меня коллеги, которые тоже проводят уроки. Но это очень трудно на большую публику, да, 20 человек сидят детей, провести организованный урок, посмотреть, где будут находиться материалы, готовы ли ученики к уроку, правильно ли они передают микрофон. Это очень-очень, ну, как бы, да. Еда лучше в классе с дегустацией. Согласна, Елена. Вот. Поэтому профессиональная платформа, вот, на которой мы с вами находимся, интерфейс, который есть на всех языках, называется Adobe Connect Meeting Pro. У хороших платформ есть приложение на для андроида и для iOS, то есть для айфонов, да. И если вы настоящий преподаватель в режиме онлайн, то можно работать и на телефоне. Ведь у вас приготовлены материалы для урока. Кто-то мне сказал, чем отличается, вот я иду на урок оффлайн или на урок онлайн. Господа, иногда к своему уроку онлайн я готовлюсь в два раза дольше, чем онлайн и оффлайн. Почему? Потому что я взяла к своим французам карточки, посмотрела тему урока, приготовила бинго, материалы, карточки, алфавит, и всё. А для онлайн урока я должна это знать, где находится всё онлайн, и сюда загрузить вовремя, чтобы всё это открылось. Согласны? Ни в коем случае, Елена, это не должно быть куплено. Скайп и Adobe – это платформы, которые находятся в интернет. Они бесплатны для ученика. Я даю только ссылку для своих учеников. Они её так же, как и вы, открывают. Я вижу своих учеников и говорю «Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, Валентина». Да? Понятно? И Денис подтверждает, что это требует большой подготовки. Второй профессиональной платформой, на которой я тоже давно-давно зарегистрирована и много посещала там уроков, огромное количество, созданная в Индии индийским коллегой, называется она «Визик». Но иногда её по-другому называют «Вайзик». Не важно. Важно, что написано, как вы видите. И это платформа для учителей. В ней есть возможность размещать свои материалы. На 30 дней в любую платформу мою или вот эту вы можете зарегистрироваться и всё попробовать. И только потом вам предложат и скажут, хотите вы 16 долларов оплаты в месяц, и у вас будет свой профессиональный онлайн-класс, закрытый, только для вас и только для ваших учеников. И, кстати, на этой платформе преподает очень много StartDeutsch. Это очень развернувшаяся платформа людей, коллег, которые преподают. Так, и у нас уже на этой платформе более 2 миллионов учеников. Но каждую платформу, хорошую платформу, можно попробовать бесплатно. Вот так выглядит рабочая доска. Здесь загружен материал. С этой стороны будет у нас видео и мои ученики. Но на хорошей платформе есть критерии хороших платформ. Мы сейчас как раз разрабатываем их в Германии. Я нахожусь в одном из сообществ учителей. Нет, не учителей, а это тренеры онлайн. Я являюсь тренером онлайн в Германии. И мы обсуждаем как раз критерии хорошей платформы для бизнеса или для преподавания. Но меня интересует преподавание, и поэтому мы остановимся здесь. Любой ученик может писать, может формулы здесь писать. У разных платформ разная немного оболочка. Если вы еще со мной, поставьте цифру 4. Благодарю. Нас с вами 29 человек. Мы с вами вместе обсуждаем дистанционный режим преподавания. И многие из вас сказали, да, большая подготовка. Но ведь дорогу осилит идущий, но ведь не течет. Как у нас пословица «под камень вода». Нет, камень вода точит. Да, ведь? Помогите мне. Забыла пословицу, но что я хотела этим сказать? Я хотела сказать, что если мы ничего не делаем, то ничего и не получится. Под лежачий камень вода не течет. Да. И был предыдущий вопрос, сейчас я поднимусь наверх. То есть эти платформы используются вместо Skype. Анна, еще раз. Вы, как преподаватель, можете начать работать в Skype. Но чтобы научиться работать на платформе, нужно этому учиться. И чтобы это осилить, посмотрите, сколько я прошла часов. Сколько я заплатила денег за эти различные сертификаты, чтобы получить не сертификат, не важно. Для меня бумага никогда не являлась важным. Для меня важны знания и навыки. Вы знаете, вот предположите, сколько нужно часов, чтобы овладеть чем-то профессионально. Вот вы, учителя русского языка, как иностранный, вы позиционируете себя так. Сколько нужно часов, чтобы быть классным преподавателем? Тысяча, две, три, сколько? Ждем чисел. Многие хотят взять слово. Попозже, коллеги, попозже. Сколько же нам нужно часов? Ни у кого нету ни предложений? Или меня не слышно? Коллеги, вы здесь? Мой вопрос. Ну, предположите, ну, хотя бы. Многие коллеги пишут. И мы сейчас увидим количество часов. А, я просто опустила строку и не вижу. Вот, две тысячи, десять тысяч. Ирина Атаманопа. Вы правы. Чтобы совершенствовладеть чем-то, нужно над этим работать десять тысяч часов. Это не я сказала, это, это статистика. Да? И каждый день я учусь и совершенствую свое мастерство. Каждый день я провожу или вебинары, или дискуссии. Преподаю на онлайн-курсе для учителей немецкого языка. И скоро буду преподавать на русском языке свой курс. Чтобы этим овладеть, также нужно, конечно, Татьяна, создавать свой материал. Давайте посмотрим. Многие из вас ответили, что знают этот сервис. Это какой сервис? И вы все пишете, и вы все активно отвечаете, что это интерактивные упражнения в Лерник Эпс. Напишите мне, кто их знает, у кого есть там аккаунт. Я знаю, что многие имеют. У Анны есть О. О, не ожидала, что не так много. Юлия, молодец. В группах я видела, например, коллега французского языка. Она опубликовала даже стихи свои. Окей, хорошо. Если вы не знаете, я кратко расскажу. Итак, Лерник Эпс – это бесплатное приложение. Кстати, я его, над ним тоже работала, помогала разработчикам некоторые вещи переводить. И вы видите мой аккаунт. Вы видите, на каких языках он существует. Мы, нажав на это, на этот… Сейчас я вам дам. Я уже нажала и вышла на эту страницу. Сейчас я ее вам дам. Кто-то только начинает. Видите, у меня есть даже брошюра, как начинать. У меня все-все это есть. И я этому готовлю своих коллег. Итак, смотрите. Здесь есть упражнения и по французскому, и по русскому, и по всем предметам. Русский язык, как иностранный. Дальше. Мы имеем возможность на этом сервисе… Знаете, сколько видов создать упражнений? Двадцать шесть. Представляете? Давайте посмотрим, какие. Мы можем создать викторину, пазлы, кроссворды. Найти, например, на карте город. Или сортировать картинки. Слово «картинка», слово «картинка». Представляете? И это бесплатно. То есть двадцать шесть видов. Можно сейчас тридцать. Я на этом сервисе работаю уже, наверное, шестой год или седьмой. А также есть инструменты для учителя. Что это такое инструменты для учителя? Это значит, можно создать… Сейчас скажу, где берем картинки. Можно создать свою пробковую доску. Можно создать свою ментальную карту. Можно проголосовать. И картинки все используются свободные. То есть я или свои использую, или из фликр. То есть они все уже под грифом «свободная картинка». То есть не нарушая права. И даже есть ментальная карта. Да, 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 да. Понятно? Я очень рекомендую там создавать свои упражнения. И, например, вы имеете блог. Вот, например, я делала так. В блоге устанавливаю свои упражнения, и мои ученики идут в блог и работают. Напоминаю, чат, ментальная карта, доска объявлений, голосование, записная книжка, календарь и сетка приложений – это когда я по одной тематике собираю упражнения. Например, это глаголы или приставки. Понятно? Денис, а что такое половинчатые кроссворды? Научите меня, и я буду знать. Дальше. Мы все с вами учителя, которые преподаватели, которые преподают иностранные языки. Большинство из вас русские как иностранные. А как создать в интернете словарные карточки? И многие из вас ответили, что вам знакома, вам знакома какая, какие карточки? Да, Татьяна, учитель может использовать свои картинки. Я вам покажу. Правильно, Илона. В следующий раз, Илона, не забывайте свою фамилию, хорошо? Итак, Квитлет – это настолько отличный сервис, что я вам рекомендую. Смотрите, раньше, когда я училась в институте иностранных языков, у меня были вот такие карточки. Я ехала в троллейбусе в свой родной университет и учила слова. А еще в школе у меня была вот такая тетрадка. Потом я много работала с карточками. А сейчас мои дети, мои ученики-французы, которые изучают у меня немецкий, или мои ученики-русский, как иностранный, мы делаем это на iPad. Это быстрее, это интереснее. Хотя можно и... Молодец, Виктория, барабук. Молодец, правильно. Сегодня я не привела этот пример, потому что просто я не успела. Итак, смотрите, как же они действуют, как работает это. Когда мы зарегистрировались в Квитлет, и когда мы создали 10, 5, 15, 20 слов плюс картинка, все они являются потом вот в этих играх, то есть их можно проиграть. И первым всегда, давайте я лучше нарисую, первым всегда нужно изучать карточки. А потом подбор, номер 2. А потом заучивание. И только потом письмо и правописание. А вот игра в лайф – это совершенно новая разработка у Квитлет. Мы вчера играли с коллегами из группы Google, по-моему. И там было очень здорово, когда образуются три команды. Да, вы можете поиграть это в режиме онлайн или на интерактивной доске с вашими учениками. И там появляются слова и картинки. И правильный ответ есть только у одного. И поэтому нужно не нервничать, нужно аккуратно учить слова и вместе работать в команде. Этот сервис очень-очень рекомендуем. Далее. Какие же преимущества для ученика, если они работают в этом? Смотрите, ученику вашему, чтобы он получил ваши карточки, не надо регистрироваться. Вот, например, мой аккаунт называется Deutsch Online. Я сейчас напишу. У меня всегда, везде почти, где я создаю свои упражнения, называется Deutsch Online. Потому что основной язык у меня немецкий. Deutsch Online. Вы находите своего учителя по его аккаунту, у него образована там группа, и тренируете, как я сказала, сначала карточки, потом игра на совмещение. Там так здорово, за 10 секунд, мои ученики иногда за 9 находят слова, картинку и слово, выражение. Мало того, так же, как барабук, как говорит Виктория, можно целый список слов отправить, и у вас будет это там. Итак, повторяю, создав только 20 слов, вы имеете возможность индивидуальных игр и, конечно же, индивидуальный темп обучения и выбор формата обучения. То есть, вы в группах сидите или едете в троллейбусе, или в метро, и вы учите эти слова. Ведь иногда бывает так, и это часто, что вы, уважаемые коллеги, учите также другие языки. Согласны, да, кто находится в другой стране? Что касается версии покупной. Почему она недорогая, считаю я? 25 долларов или евро, это где-то у нас 1400 рублей, но на год вы имеете возможность пользоваться своим голосом, не автоматически переведенным, да, а свой голос записывать. Как я работаю? Я, например, прошу слова сказать Эльке, мою коллегу, а я для нее говорю. Мы заходим в аккаунт и помогаем друг друга. То есть, я, да, за платный вариант, и считаю, что 25 долларов – это недорого. Тем более, что вы можете распечатать все тесты, там за одну секунду создать можно тест, и никто не имеет права списать, не сможет списать, потому что Квитслет помогает нам создать тест за одну секунду. Да-да, голос – это важно. Так, и, конечно, можно показать в классе на проекторе, да, можно в учебный блог поместить, можно создавать, как я уже сказала, командные игры онлайн. Все это позволяет нам Квитслет. Теперь по поводу аудиофайлов. Смотрите, иногда нам надо нашим ученикам продемонстрировать какой-то диалог, да? А почему? Кто сказал, что нужно все время брать и откуда-то выискивать в различных сервисах? А давайте сами создадим. И для этого я вам предлагаю, и ссылки я тоже дам, три сервиса – SoundCloud, Audioboo и Spreaker. Что можно в них делать? Это бесплатные и бесплатные сервисы, где мы записываем свой голос. Например, мои ученики, я подходила к ним с айфоном, и мы записывали себе рассказ, да, как меня зовут, что я делаю, чтобы тренировать красивый голос или пересказ, то можно записать более долгий монолог или пересказ, да, почитать что-то. Можно даже домашнее чтение дать в Audioboo, хотя в Audioboo там после двух часов начинается уже платная версия. Потом я перешла на Spreaker, здесь мне дали 10 часов бесплатного записи голосом. Можно, например, рассказать о каком-то ученом, о городе и так далее. Согласны? Давайте еще раз посмотрим. Можете нажать на Spreaker, там у меня не так много по русскому языку, но тем не менее вы найдете стихи, которые я читаю для своих учеников, или какой-то текст для учеников из Германии. То есть Spreaker мне дал возможность использовать свой голос для наполнения контентом моего урока. Да, SoundCloud сейчас уже меньше я использую, потому что там пошла платная версия. В Audioboo я напишу сейчас, это всего 5 минут длится мое аудио. В Spreaker сколько хочешь, зато 10 часов. Вот, а в SoundCloud, если они ничего не изменили, то 2 часа. Если вы со мной, то поставьте цифру 5. Я надеюсь, вы не успеваете пользоваться мессенджером, вам некогда. Нас с вами 32 человека, и мы учимся вместе работать дистанционно. Я показываю, что можно сделать, а как это сделать, я расскажу вам попозже. Итак, кто-то меня спросил, а как сделать так, чтобы обо мне узнали? Конечно, можно подать рекламу. Например, вот я работаю в школе Глаше, являюсь методистом, и в мою задачу входит, например, работать с учителями немецкого языка. Оплата в этой школе хорошая, и, естественно, каждый учитель на счету и выбирается специально методистом и проходит апробацию. Поэтому нужно, конечно, для рекламы своей, сейчас я вам покажу, как это сделать, нужно многое знать. Например, за 5 минут сделать свое видео. Вот, пожалуйста, скажите, кто последний раз делал видео для урока или... Поставьте плюсик. Молодец, Карина! Видите, не так много, да? Не так много. Это не так легко создать свое видео для урока. А у меня очень много созданных видео и свой канал, на котором сейчас уже более 35 тысяч человек, которые смотрят этот канал. Сейчас я напишу, как он называется. Но, правда, вам, наверное, не интересно, потому что это на немецком языке. Это первый канал. И второй канал у меня называется группы Deutsch Online, потому что мы работаем вместе с учителями. И там тоже есть немножко на русском группы Deutsch Online. Там хранятся все вебинары и на русском тоже. Так вот, как предложить свои услуги? Вы же знаете, что скайп-школы как грибы растут, да? И во многие скайп-школы я звонила и разговаривала, и меня даже не брали, потому что или мой гонорар слишком высок, или я слишком для них была, ну, скажем, не подходила. И поэтому я предложу вам сейчас несколько платформ, и вы увидите, что на них тоже можно публиковать свое объявление. Поставьте, пожалуйста, плюс или минус. Кто знает эту платформу? Называется она и толки. Четверо-пятеро знают, шестеро-семеро знают, семь-восемь. Молодцы! Итак, одна третья или одна четвертая знают, что на этой платформе можно расположить свое объявление. Посмотрите, моя коллега, например, и у меня тоже есть свое объявление здесь, работаю здесь, и смотрите, сколько здесь профессиональных преподавателей? 190. А сколько всего? 341. Это значит, что любители тоже здесь ставят свои объявления. Давайте рассмотрим первое объявление. Возьмем указочку и посмотрим на эту… Стоп, рисовать не надо. Посмотрим на эту Аню. Может быть, она здесь у нас на уроке. Сколько она урока провела? 1762. Представляете? А сколько у нее урок? 8 долларов до 18 долларов. У Ксении же урок 13 долларов, 17 долларов, и она урока провела 165. Каждому преподавателю, чтобы быть профессиональным, нужно сделать видеопрезентацию. Нужно говорить на двух языках как минимум. Нужно уметь себя позиционировать и предложить правильную цену. Моя коллега, например, преподает, по-моему, там за 13 или 15 долларов, и у нее тоже ученики есть. Вторая платформа, она называется «верблинг». Поднимите руку. Нет, лучше руку не будем поднимать. Напишите плюс или минус. Кто знает эту платформу? «верблинг». Раз плюс. Два, три, четыре. Окей, не так много. Не так много. Так вот, поймите, господа, «верблинг» очень классно устроился. Знаете почему? Потому что он взял за основу «хэнд-аут». Они работают на «хэнд-аут», на видеоконференция «хэнд-аут». И когда я у них зарегистрировалась и пыталась стать учителем немецкого языка, они меня не взяли, потому что им нужны носители языка. И, в принципе, я и довольна и так, что я наблюдаю, как она развивается, и мне достаточно своего. Но если вы хотите себя позиционировать, пожалуйста, заходим в «верблинг», регистрируемся. Первое – ставим красивую фотографию. Посмотрите на эту Викторию. У нее урок тоже стоит 13-14 евро. Так она провела 1025 уроков. Вот это расписание у Виктории. Да? Да, Елена, согласна. Они хотят найти спика. А у Юлии урок стоит, по-моему, подороже. И у нее только 693. А теперь давайте посмотрим дальше. Посмотрите на эту Полину. Надеюсь, Полины сейчас нет у нас среди коллег. У нее урок стоит 33 евро до 42. И расписание у нее только по утрам. Сколько она уроков провела? Один. А у Анны за 8 евро – 284. Понимаете, тут надо правильно себя позиционировать. И если Полина вот в этом видео, она представляется очень хорошо, она сделала свое видео-представление на русском, и вверху перевод, да, то, наверное, она себя так ценит. А Анна считает, что она набирается опыта, и пока ей этого достаточно. Да? То есть вы должны знать, когда у вас свободное время, когда вы можете преподавать. И я скоро закончу. Виктория, вы считаете, что это маленькая цена, да? Я считаю тоже. Но каждый позиционирует себя по-своему. И я не вправе вам давать советы, сколько вы должны брать за свои уроки. Я работаю во Франции, я плачу свои налоги здесь. И поэтому хочу сказать, что работать над собой – это самое главное. Вы дадите мне еще 3-4 минуты. Поставьте, пожалуйста, плюс или минус. Спасибо, потому что очень много материала. Спасибо. И пару слов о платформах. Помните, я вам сказала, платформа – очень емкое слово. Вот это слово «Элиадеми» – это платформа, на которой я создаю тоже свои курсы. Что я делаю? Я описала свой курс, я его позиционирую. Например, вот Лиза Макшпас. Мы с учениками вместе читаем. Или изучаем грамматику. Или у меня свой закрытый курс, который называется «Онлайн-преподаватель». На этой платформе можно найти также и русский язык. Посмотрите, вот у Ольги Павловны 357 учеников. И она его бесплатно предлагает. Понимаете, это своего рода рейтинг преподавателя, где моя указка, который позиционирует себя как преподаватель русского для англичан. Видим, да? У нее 4 звезды, 357 человек. Конечно, не все изучают ее материал, но это является показательным. И вот у меня, например, записалось 165. А из них, может быть, проходили мой курс или вместе со мной учились только 20. Но это между нами. Да? Вот эти курсы мы видим на платформе Илиадеми. А вот русскую платформу Lingva Master я вам представлю 15 сентября. Это будут разработчики на русском языке о том, как свои материалы по-русскому, как иностранный, поставить на русскоязычную платформу, которая разработана Петербургом, называется Lingva Master. Это только для учителей иностранных языков. По Илиадеми у меня тоже есть видео. Разработчики рассказывали, как там надо работать. Это тоже я включу в список ссылок. Хорошо? И последнее. Я очень-очень благодарю вас за то, что вы меня послушали, за то, что вы активно принимали участие. Я думаю, вы не зря потратили время. И поэтому я хотела бы вам предложить очень интересную вещь. Я хочу попробовать, проводя 8 лет курс для учителей в режиме онлайн, для учителей русского языка, на русском языке. И такой курс я хочу начать 1 октября. Он будет длиться 6 или 7 недель. Всего будет 6 вебинаров. Каждый вебинар приблизительно длится 90 минут, иногда 60-80 минут. И в нем мы учимся и тренируемся на различных платформах, как стать онлайн-преподавателем. То есть я хочу предложить курс для учителей на русском языке, как стать онлайн-преподавателем. И это я тоже пошлю вам рассылку. Там будет небольшая анкета, в которой я вас спрошу. И если вы хотите, вы запишитесь, и я вам сделаю предложение. И последнее я обещала небольшой подарок. Где он? А, вот. Это моя игра, созданная в Бинго. Нажмите, пожалуйста, на Бинго. И откроется другое окно, и вы можете скачать эту игру, которую можете поиграть с вашими учениками. Надеюсь, все знают, что такое Бинго. Я не смею вас больше задерживать. Я благодарю вас за внимание.